Наш мутантный брод-дракончик, как мы говорили, получил некоторую возможность не умереть сразу, не более того. Вроде бы как-то за счет такого неожиданного приложения к его уродству получил механизм боевого отрыжки, который позволяет, с одной стороны, отбиваться от хищника, с другой стороны, может быть использован на аркуте. Все это славно. А почему, собственно, отрыжка боевая? Какой компонент? Да, 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 именно так. Мне сказали, что в газах, которые формируются в пищеварительных системах принес варения, присутствует H2S. Мои ребята, ждал, чтобы произошел такой газ, как минимум серый должен быть. Можно ли получить сернистый водород, не имея серы вообще? Нет. Не, невозможно. Вопрос. Откуда эта пищеварительная системная дракончиков взялась сера? Может, она у всех есть? О, хорошая идея, да, разумеется, она у всех есть. В очень малом количестве, зато у всех. А у него три. Откуда? Откуда? Из каких продуктов? Откуда? Продукты. 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 Ванна. Из чего белки построены? Валяется 4, когда влагу. Из каких мономеров построены белки? Как называются? Аминокислоты. 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 Разного типа. А, 20. 20. Чем отличаются друг от друга разные аминокислоты? Радикалами. Радикалами. Отлично. Преобразование старших структур, третичной и четвертичной в белках. Так? Да. Структуры стабилизируются как раз связями между радикалами. Ага. Ну, вспоминайте, а какие там связи могут возникать? Между разными радикалами аминокислоты в белке? Просто с химической точки зрения, что это за связь? Да. Водородные есть. Такие части радикалов полярные. Еще раз. Бептильная. Не, бептильная первичная структура. Не за счет радикалов, а за счет общей части. Водородные уже названы. То есть слабо-полярные. А водородные есть слабо-полярные. А. Ковалентные, кроме водородных. Ковалентные будут относиться эфирные связи, потому что часть радикалов кислотные, а часть спиртовые. Спирты с кислотами взаимодействуют, замыкает терминую связь. Прочная, ковалентная пара. Так? А про бисульфидные мосты. Слышали, человек? Да. Ага. Бисульфидные связи. Чтобы они образовались, какой элемент должен быть обязательно в двух взаимодействующих радикалов? Серо. Серо. Итак, в двадцатке аминокислот, которые необходимы для построения белков, есть серосодержащие. А это что значит? Это значит, что любой потребитель белковой пищи в некотором количестве серого получает. Да. Так что это за количество? Большое или малое? Мало. Исключительно малое. Следы. Хорошо. А теперь, получит ли отборный выигрыш протограбунчик, который может выдавать большое количество серого дорода? Не малое, а большое. Да, конечно, получит. Но для этого сколько сер надо получать? Много. Много. А в любой биологической ткани серы, на самом деле, очень мало, как я уже сказал, следы. Посмотрим, может какой-нибудь неорганический источник серы есть? Ну-ка, ваше представление об окружающем мире. Одна из самых распространенных модификаций минеральной серы. Вот так, чтобы камни содержащие серы. Ага, ага. Эх. Век натурализма прошел. Значит, еще бы лет 50, любой шестиклассник на этот вопрос сразу ответил. Потому что прямо связано с поисками кладов. Сейчас в основном все кладоискательство в интернете, в ролевых играх происходит. Так, а полвека назад вполне себе с лопатами бегали по обрывам, искали клады и все про кладо знали. Так, минерал следующий. Называется он перит. Перит. Феррун-С. У перита есть несколько разных названий. Чаще всего его называют «золото дураков». Так? Плюс к этому его еще называют «серный колчатан». Почему так? Его называют «дружейный камень». Почему «золото дураков»? Потому что он похож на «золото дураков». Значит, кристаллы по цвету очень близки к золотому оттенку, но чуть более салонимым оттенком перита. Хотя есть варианты ровного золота примерно с таким компрессом. Так? Одно важное отличие. Золото от металла. Правильных кристаллов не образует. Слиток, как правило, это единство такой неправильной формы. Так? Аперит образует очень правильные кристаллы. Всегда в форме правильных кубиков. Кубики могут быть большие, маленькие. Кубики могут остаться друг с другом и ради бога. Но это всегда кубики. Так? По удельному весу он, естественно, не такой тяжелый, как золото. По весу отличается. Ну а на дурака, в общем-то, вполне сработает. Вот тебе золотой слиток. Вот он же. Да, золотой, вполне себе. Блестит, тяжеленький. Не такой, как золото, но пять с половиной – это достаточно большая плотность. Вот. А у перита есть еще одно название, о котором мы с вами скажем чуть позже. Важно, что аперит очень распространенный минерал. Ну, вообще-то, серьезное его месторождение – гора. Так? При горообразовании он образуется. Так? Но при этом вполне обычный вынос аперита и наравнил. То есть наравнил его тоже найти можно. Ну, больше всего, гора при горе. Отлично. То есть распространенный источник серы у нас вроде как есть. Теперь вопрос. А с какого это перепуга дракончики начинают заглатывать камни? Ведь для того, чтобы серая эспирита попала в тело, как минимум надо проглотить. Может, потому что у них плохое пищеварение? Ну-ка, не плохое пищеварение. Наоборот. Ну, разумеется, гастролиты нужны. Мы с вами обсуждали, что такое гастролит, и что они совершенно необходимы для измельчения пищи у тех живых существ, которые не пережевывают пищу во рту. Так? А большинство рептилий пережевывают пищу? Нет. Нет, у них нет вторичного неба. У них нет перегородки, отделяющей дорогу для воздуха от дороги для пищи. Поэтому гастролиты. И теперь берем дракончика. Понятно, что любой протодракон, так же, как и любой нормальный варан, время от времени глотает камни. Случайно на перитку. Случайно. Первый раз случайно. Он просто глотает камушки. Поскольку перит – это не редкий минерал, а минерал очень распространен. Так? Может, один из фроддракончиков случайно наткнуться. Хорошо. Хватанул. В желудке, в желудочном соке точнее. Какие компоненты вы знаете? Сирный кислот. Ага, только не серный, ни в коем случае. Соляная. Соляная кислота, аж-хол. Ага. Значит, ну-ка проведите реакцию. Уже саша. А, отделяйте от твоей стены. А что, разве? А в результате дракончик, охвативший в качестве гастролита перитовое образование, какой боевой отрыжкой ответит на атаку хищника? Ясно, что он просто сметет хищника. Это понятно. Но ведь первое заглатывание перита, как мы сказали, событие случайное. Так? Ну и сами подумайте, а есть ли у него шансы выйти в серию? Превратиться в норму поведения? А если там он чуть-чуть живет недалеко от вот этих вот, ну, там, месторождений? Месторождений. И как-то все время его есть просто. Ага. Мы с вами уже говорили, что перит достаточно распространенный минерал. Не то, чтобы это было сверхредкое явление, не то, чтобы надо было искать обязательно жилу с выходом. Так? Достаточно рассеянный. Здесь другой вопрос. Ведь в норме любой потребитель гастролита, любой камень плотает или не любой? Не любой. Нет. Но идет отбор по какому принципу? Размер. Ну, понятно, что слишком мелкий для гастролита никто глотать не будет. Он все равно выскочит от желудка. А слишком крупный. То же не будет пытаться проглотить. А здесь ведь нам необходимо усложнить картину. Кроме отбора по размерам, ввести отбор по всяким другим основаниям. Согласны? Может быть, для животных это недоступно? Нет. Ну, вообще, наверное, кубик легче. Ну, оттену не зарабатывается. А вы слышали про такую приманку, которую используют охотники при охоте на копытных и на прочих травоядных? Солонцы или лизунцы. Да. А это что такое? А это просто куски минеральной соли, которые выкладываются где-то среди леса. И что начинается? А происходит желательно и начинать надо. Конечно. А почему? Не можете на соль добавить. А вареная соль, химическая формула. Натрий хлор. А, да. Понятно, что водным раствором диссоцируем. Ион натрия, ион хлора. И те, и другие ионы. А, калия и натрия также нужны. Важнейшие участники в огромном количестве процессов. В первую очередь, нервную вымпульс. Так? Ионы хлора связаны с тормозными реакциями нейронов. Ионы натрия вместе с ионом и калия определяют исходную потенциалную мембрану. То есть важнейшая вещь. Но дело в том, что почки, позвоночные, в ходе своей работы, по целому ряду причин, натрий и хлор выбрасывают. Так? В результате, что необходимо постоянно делать с этими двумя ионами, для того, чтобы нервная система и прочие клетки продолжали работать нормально? Обязательно пополняйте. Некоторое количество натрия и хлора, конечно, содержится в пище. Но вот в растительной ты пища, этих ионов принципиально не достает. Поэтому время от времени что делают все травоедные? Идут искать соломчики. Идут искать соломчики. Есть кому интересно, у меня BBC серия, из серии «Планета Земля». Там от джунглях сюжет и от снегдивная картиночка совершенно, программа от джунга, о которой собираются все обитатели, слоны, джунглевые буйволы, джунглевые антилопы и так далее. Для того, чтобы рыбцы в местной грязи. Зачем? Там сол. Да. Соленый источник. В результате вполне реальная вещь. Животное. Понятно, что это не от того, что они такие умные. Просто если не складывается такая форма поведения, допустим, и попутник. Они просто не выживают. А те, у которых сложилось, они вполне нормально выживают. Но поиск необходимого минерального сырья – это явление, которое очень широко известно у самых разных групп живота. В результате, если дракончики наткнулись на подобный эффект от перита, будет ли в дальнейшем формироваться поведение активного поиска именно перита? Да. Да, будет. Конечно, будет. Откуда она знает, что перита? Да, от перита. Так, а откуда корова знает, что это именно соль? Что именно после того, как она съела соль, у нее прекратились судороги, у нее прекратилось потемнение в глазах, у нее все стало нормально со скоростью лета. Да, я не знаю, что я не могу делать это. Что корова прочла сообщение на новостном сайте, держит соль. Нет, просто не умеет так делать. А плитки-то откуда научились? Ну, те, которые вышли, как бы... А почему такая же схема с дракончиками не сработает? Потому что мы сейчас говорим про дракончик, который только взял и попробовал. Взял и попробовал. А я говорю про ситуацию, которая сложится через N поколений в том случае, если выживут. А, ну, это понятно. Понятно, что схема-то единая? Да. Главное. Дальше больше. То есть, дракончики у нас превращаются в регулярных искателей и потребителей перита. Это будет иметь несколько следствий. Во-первых, куда смещается ареал обретания? Где все-таки перит побольше? Ближе к предборьям он. Город смеет. Это понятно. Хорошо сместились. А вторая штука вообще интересная. Одно из возможных названий перита – ружейный камин. Ружейный. В чем дело? Такую сказку у гангс-христиана Андерсена. Огнева. Знаете или не знаете? Да. Ага. Это солдат, который спас волшебника, точнее, отнял его ведьма. Огнева, если ударить по нему, то прибегала большая волшебная собака, исполняющая желание. Отлично. А что такое? Это камни, это... Ну, сейчас... Если подменили, то тогда из крема. Ага. Ну и какой же камень вкладывали в огневы? Берит. Берит? Нет. Нет. Самое лучшее огнивое, а про кремневые ружья, слышали? Кремень. Да. Ага. Самое лучшее огнивое и самое лучшее ружейное запало, конечно, испиринка. Если по кристаллу перита нанести резкий удар твердым предметом, образуется очень мощный пучок искр, так, который достаточно долгое время сохраняет крайне высокую температуру. А если у него внутри перита что-то там нанесет удар перитого, и у него внутри все начнет лыхать искривание? Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. То есть, про все начнет полыхать и все подобные вещи. Так, но дело в том, что какой минерал все-таки встречается чаще? Перит или кремень? Перит или кремень? Кремень, кремень. Ну, ребят, кремень просто одна из самых распространенных форм. В редких местах на земном шаре не найдешь хотя бы плохенького кремня. Так, другое дело, что хороший качественный кремень, все-таки более редкий, но все равно намного чаще, чем все остальное. Кремень очень распространенный материал. Поэтому со временем и в зажигалках, и в огнивах, и в ружейных замках перит вытесняется каким минералом? Название кременевого ружи, все-таки. Так, не потому что кремень лучше перита, а потому что он просто, грубо говоря, дешевле, доступнее. Перита с кремень лучше. Идея ясна? Да. Идея ясна. А вот теперь важное соображение. Дело в том, что у всех варанок совершенно по-особенному устроен сустав нижней челюсти. Это и у современных варанок, и у древних вараноидов, у всех. Ну, я детали черепа не рисую, это не так важно. Вообще-то у всех рептилий нижний челюстной сустав сдвинут в крайнюю заднюю точку черепа. Картинка примерно вот такая. Ну, и это позволяет очень широко распахивать пояс. Почему выгодно широко распахнуть пояс? Ну, чтобы больше, чем больше жертвы. Ну, конечно, еще захват более крупного участка тела жертвы или более крупной жертвы целиком. Хорошо, получили. Но дело в том, что если начинаешь открывать пояс на угол больше 90 градусов, возникает одна существенная опасность. Преодолимая, но трудно преодолимая. Задите. Ну, естественно, у вас просто сустав вот здесь может выскочить из лунки крепления. Даже если вы делаете здесь головку сферической, так, значит, нельзя же до бесконечности проворачивать. Она упрется в стенку. В результате можно ли пасть открыть еще шире? Нет. Нет, оказывается, нельзя. А вороной-то могут. В чем дело? А дело в том, что вот здесь у них дополнительные суставы. То есть, как у них обстоят тела. Ворон открыл пасть до предела, а потом еще шире. Вот при этом еще шире. А лучше происходит вот в этом месте. Вот так. Единственное. Поэтому полностью распахнутая пасть дворана как будет выглядеть? Очень, грубо говоря, вот так. Понятно? Вот эта точка вращения основного нижнего челюстного сустава. А вот эта? А вот эта дополнительная. Я тебе понял? Да. Хорошо. Лично у вас когда-нибудь между зубами что-нибудь застревало? Да. Бывает. Учтите, что у рептилий зубы не образуют сплошного сомкнутого ряда, как у нас. Они сидят пореже. Так? Поэтому совсем мелкий предмет может между ними застрянуть? Нет. Нет? Ну, там промежутки между зубами. Всякая совсем мелочь, просто простойчика. Так? А теперь. Кроме всего прочего, глотают камушки. Может ли камушек случайным образом застрять между зубами? Да. Отлично. Камушек застрял где-нибудь вот здесь. Или вот здесь. Или вот здесь. Это несущественно. Дракончик распахивает пасть. Срабатывает второй состав. Что произойдет? Камень. По зубу правая. Верхний зуб порождет по этому крестовую. Причем обратите внимание, какой рычаг. Выгодный или невыгодный? Видите? Мускулатура должна распахнуть вот это длинное-длинное плечо. Так? А перец сидит в конце длинного плеча или в самом начале, образовывая короткое. Какое здесь усилие будет? Сила. Очень большое. Рычаг-то выгодный оказывается. В результате, если здесь камень застрял, а зубная амаль, которая покрыта снаружи зуба, это материал мягкий или твердый? Твердый. Это не просто твердый, это очень твердый. Здоровый, некариесный зуб. Так? Никогда этого не делайте. Ну, потому что у горожан, да, суть дела, здоровых зубов не бывает. Так? А вообще-то здоровый, некариесный зуб стальным предметом поцарапать. Вот из обычной, не инструментальной стали. Поцарапать практически нельзя. То есть он не сломается? С чего? Ну, там же такое... Представить себе зубы крокодила. Прочность. Может ли у рептилий, в принципе, быть, у хищной рептилии? Так? Не прочные и не твердые зубы. Нет. Вы представьте, на кого они обыклились. Вы себе представляете степень мощности покровов у их жертв? А ведь надо уметь отпусывать куски этого. Идея понятна? Да. А, так. Что в этом месте возникает? Искра. Искра. А если дракончик в это время делает боевой отрыжку? Откуда нет? Воу. И все в шоке. А кто больше всего в шоке? Он сам. Он сам, конечно. Потому что ничего плохого не хотел, как всегда. Так? И вдруг неожиданно, здрасте, приехали. Но обратите внимание. Во-первых, H2S в выдыхаемом газе все-таки относительно не много. Так, основа газа, которая образуется при заставивании, при метеоризме и так далее. О, ребят, в основном это метан. Значит, метаногенная бактерия, которая существует в кишечниках. Более характерна они для травоядных, но вообще-то они есть у всех. Так? А метан, в смысле воспламенения, что это за газ? Вот, что-то не взрывается. Да не чутая, а очень даже взрывается в смесь с воздухом. Правда, в строго определенных пропорциях. Но для того, чтобы получить гремучую смесь, необходимо определенное соотношение метан-косфорода. Так? Но в любом случае газ очень сильно воспламеняющийся, хорошо воспламеняющийся. Отлично. У вас идет струя боевой отрыжки, и в это время прошла искра. Вот теперь возвращается к тому, что он весь себя сожжет. Ага. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы что-нибудь загорелось, кроме самого горючего, что нужно? Кислород. Да кислород нужен, а кислитель нужен. Ага. Скажите, пожалуйста, где-нибудь там в пищеводе, откуда... Ничего там гореть, конечно, не будет, там кислорода нет. Где возникает факел? В родовой полости. Отлично. Может, он рот себе пожжет? Да нет. А вот здесь принципиально важная вещь. Ну, опять же, так играть не стоит, но тем не менее. Вот горит костер передо мной, да? Вот языки плавные. Могу я взять вот так, пронести руку сквозь плавные? Да. Ажурки какие-нибудь будут? Нет. Да никаких ажурков не будут. В чем дело? Газовые факелы, эфемерные факелы. За одну секунду, допустим, могут ли они нагреть твердое тело, так, до достаточно высокой температуры? Не, не могут. А плюс к этому, значит, на поверхность тела всегда некоторое количество влаги, так, большая часть тепла от факела на что уйдет? На испарение влаги, которая отнимет как раз от тепла. Поэтому, вот такой эфемерный газовый факел, вот если бы дракончик выдыхал напалом, то есть жидкость, да? Вот тогда была история совершенно другая. Значит, жидкость приклеилась к ртовой полости и сам воспламенилась. Все, привет, конец дракончику. Так? А поскольку выдыхание идет газовое, ну, опять же, шокированный дракончик первое, что делает? Побежать. Закопывает пасть. Как это скажется на работе горелки? Да, стокислость. Ну, она сразу потухнет, это ясно? Так что, какие-нибудь серьезные травмы получит он или не получит? Нет. А сам храмин, что он ни разу не сомневался? Ну, так, вы считаете, что храмин должен попасть? Тихо, получим. Но он принимается температурой, камень или... Нет, 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 ребят, перед отлично отмениваешься. А, прием, ясно. Еще раз. Способен ли газовый факел за одну-полторы секунды существенно повысить температуру твердого тела? Нет. Он просто не способен. Потому что никакого перегрева кристаллоперит не произойдет. Иначе бы кремень в зажигалке, ну вот обычный кремень в обычную зажигалку, которым пользуются люди, да? Что бы с ним происходило после каждого срабатывания? Да, я не сказал. Он просто разрушался, и следующие зажигалки превратились в облудно-рызгалки. Это же слизистая была во рту, да? О, интересно. И она же точно более чувствительна, чем наша, боже. Ага, 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 чудесно. Правильно засекли. Вообще-то ртовая полость у большинства живых существ покрыта слизистой. И понятно зачем. У кого какие идеи. Почему не кожа, вот такая, хорошо защищенная, а значительно менее защищенная, слизистая оболочка? Класса, смартфон. Разумеется, мы же собираемся засунуть внутрь тела. Так? Надо проверить, что мы, собственно, засунули. Надо. А дело в том, что наши хеморецепторы работают только из раствора. То есть они могут анализировать только растворенные в воде вещества. А это значит, что какая среда должна быть в ртовой полости? Влажная. Влажная. Да? Богатые рецепторы. Все чудесно. И такого, естественно, намного проще трогать. Небольшие ожоги, конечно, можно получить. Даже при таком одноразовом вдохновении. Да? Что отлично знают Пайрмена. Знают, что это такое. Не рекомендовал бы вам этим занятием заниматься. Дело в том, что та смесь, которую прополаскивают рот при выдыхании огня, ну, это, мягко говоря, не самое полезное на свете. Тем более для подросткового организма, который еще несложно кончательно. Так? Значит, вы себе в регуляционную систему такого набухаете. Хотя выглядит, конечно, здорово, когда люди выдыхают целое пакет. Продолжение следует.